Слава Господу! И я хотел бы дать такую мысль сегодня, которую Бог положил мне на сердце, для всех нас. Евангелие от Матфея, 2 глава. Давайте мы вместе попробуем прочитать и поразмышлять над текстом Священного Писания. Матфея, 2 глава, с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, царь Ирод встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем. Сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Слава Господу! Вы знаете, что поразило меня в этой истории? Израильский народ, Божий народ, имеющий в своей среде первосвященников, книжников, имеющий в своей среде священное писание, имеющий в своей среде пророков, люди, которым Иисус принадлежал, люди, для которых Иисус пришел и хотел стать их царем, они не увидели, они не знали время рождения Иисуса. Но, что произошло? Волхвы, люди, которые абсолютно не принадлежали к израильскому народу, которые жили на Востоке, были язычниками в Вавилоне, для них было ясно время, и для них было ясно место, где должен был родиться Иисус. Вы знаете, я подумал, насколько израильский народ был погружен, может быть, своей жизнью, или, может быть, обыденной жизнью, а может быть, погружен греховной жизнью, что они так и не узнали его посещение. Они не знали, где должен был родиться, в какое время. Но волхвы, эти люди, не имеющие никакого отношения к израильскому народу, они знали. И посмотрите, Библия говорит, когда Иисус уже родился, ни Ирод, ни жители Иерусалима не знали, но когда Иисус родился, волхвы пришли в Иерусалим, и они говорят, мы видели звезду на востоке, в вашей стране родился Иисус. Мы видели, и мы читаем здесь, что царь Ирод, он встревожился, и вместе с ним встревожился весь Иерусалим. пришла новость от волхвов с востока, родился Иисус. Вы знаете, это похожая ситуация, когда люди живут, в этом мире живут, проживают жизнь, занимаются какими-то обыденными делами, но они так и не знают, что Иисус живой. Нет, они празднуют Рождество, но то, что Иисус живой, они так не знают, для них закрыто это. Вы знаете, я был так немножко поражен. Эти волхвы, они увидели звезду. Вы знаете, то, что они узнали о рождении Иисуса, это было откровение для них. И я верю, что Бог желает иметь общение с нами. Я верю, что Бог желает открываться человеку. И по мере нашего приближения, по мере нашего хождения с Богом, Господь желает открываться нам все больше и больше и больше. Откровение. Эти люди, волхвы, они узнали о рожденном Иисусе через откровение. И когда они пришли, вы знаете, они пришли так, как будто, ну, они пришли, говорят, а где же у вас родившийся царь? Где? Мы видели звезду, мы получили откровение. А где у вас родившийся царь? Но никто в Иерусалиме даже знать не знал о том, что родился Иисус. И этим язычникам, волхвам, им пришлось объяснять людям, пришлось говорить, да, мы получили откровение, Иисус родился. И тогда Ирод, он начинает собирать народных книжников, первосвященников, начинает спрашивать, узнайте, узнайте, где должен родиться царь иудейский. И они начинают цитировать с пророка Исаида, действительно, он должен родиться. И что делает Ирод? Он тайно призывает волхвов, и он выведал от них время появления звезды, и он послал их в Вифлеем. И посмотрите, здесь написано, 9 стих, они, выслушав царя, пошли, и звезда, которую видели, они на востоке, шла перед ними. Посмотрите, что происходило. Вначале, когда они были на востоке, к ним пришло откровение, они увидели звезду. И это откровение, то, что они увидели звезду, через это они узнали, что в Иерусалиме родился царь иудейский. Вы слышите? Еще раз. Они увидели звезду, и эта звезда была для них откровением того, что родился в Иерусалиме Иисус. И далее, они пришли в Иерусалим. И что происходит со звездой? Там, в Вавилоне, звезда появилась. Для них это был знак, что царь родился. Они пришли в Иерусалим. И что произошло со звездой? Посмотрите. Звезда, которую видели они на востоке, что? Шла перед ними. Когда они пришли в Иерусалим, звезда вдруг начала двигаться. Там, на востоке, они просто ее увидели. Придя в Иерусалим, они видели всю ту же самую звезду, но эта звезда, она начала двигаться. И она их вела. И они пошли за этой звездой. Она шла перед ними. Послушайте. Вот что нам необходимо, чтобы приблизиться к Иисусу? Нам нужно откровение. Раз. Второе. Нам нужно идти. Нам нужно следовать. Вы знаете, что удивительно? Эти люди шли. Тогда, когда все, что делали? Спали. Потому что звезды мы можем видеть ночью. И люди ночью спали. А эти волхвы, они ночью шли. Почему? Потому что они хотели поклониться Иисусу. Они хотели пережить Его присутствие. Вы знаете, друзья, все наши богослужения, собрания и все, что мы делаем, если мы не переживаем Бога, если мы не чувствуем Бога в нашей жизни, если мы не видим Его руководства, того, что Он направляет нас, все становится пустым, напрасно. Мы превращаемся в обыкновенную организацию с определенными сводов правил, постановлений, программ. Но внутри нас должно быть желание. Я хочу видеть Иисуса. Я хочу быть в Его присутствии. Как? Божья звезда. Откровение. Далее. Я пришел в то место, где Он живет. Там, где Он родился. И далее. Эта звезда, она вела меня. И я пойду тогда, когда все спят. Я все равно пойду. Тогда, когда никто ничего не хочет делать для Иисуса. И я буду идти. Вы знаете, сегодня я прочитал такое свидетельство. Оно поразило меня. Наверное, потому что я пастор. Я прочитал историю про одного китайца. Этот человек, Бог призвал его служить. И благословил его. За короткое время маленькая церковь превратилась в многотысячное собрание. Множество людей приняло Иисуса, покаялась. Огромное здание. Проходили богослужения. И Бог давал этому пастору такую хорошую проповедь. В округе не было такого, таких проповедей никто не слышал, как он. Удивительно. И знаете, вдруг я прочитал, что в 2010 году этот пастор, он вдруг оставляет свою церковь. Он передает ее. И он уходит из этой церкви. И знаете, одна из причин, почему он ушел. Потому что люди в церкви, которые были в церкви, они ничего не хотели делать для Иисуса. Они просто приходили каждое воскресенье, наслаждались прекрасными проповедями. Они приводили своих детей на разные праздники и торжества. Но сами по себе они ничего не хотели делать для Иисуса. Просто, они просто приходили. И он сказал, я не могу быть пастором такой церкви. И я не хочу. И вы знаете, и он передал. И он пошел дальше. И сегодня, читая это место, я понимаю для себя все больше и больше. Мы должны следовать за Иисусом. Мы должны идти за звездой. Господи, иногда мы не видим, куда нужно идти. Мы не знаем, куда, куда идти. Боже, мне нужно откровение. Как мне дальше жить? Что я должен делать? Чем я должен заниматься? Боже, мне нужно откровение. И я буду размышлять над Божьим Словом. Я буду читать его. И я буду молиться. Я буду стоять на коленях, если надо, до тех пор, пока ты не дашь мне откровения, что я должен делать. Куда мне идти? И далее, звезда загорится. И он покажет тебе место. Иерусалим. Так было показано в Алхвам. И они шли в Иерусалим. Они пришли. И дальше мы видим, это не конец. Где родился царь? Мы пришли поклониться. Никто не знает. Никто не знает. Ну как, это же, это же ваш царь. Вы не знаете, что ваш царь родился? Мы там живем в Вавилоне. Мы узнали, он родился. А вы не знаете? И даже тогда, когда никто не знает, никто не может дать тебе точные координаты. Бог поведет тебя. Это звезда. Она будет идти впереди тебя. И она остановится. Послушайте. Она остановится в том месте, где рожденный Иисус. И она остановилась. И посмотрите. И остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Послушайте. Я знаю, почему многие христиане, они не испытывают великую радость. Может быть, ты в этом зале тоже сидишь. Нет, ты испытываешь радость. Такую, знаете, ну там, бах, салют, бах, праздник там, все, веселье. Ну да, радость. Но эти люди проделали огромный путь. Они вдруг пережили, уставшие, шедшие всю ночь, они вдруг пережили великую радость. Я знаю, почему многие верующие люди не испытывают великую радость. Потому что они не знают, куда идти. У них нет откровений. Их жизнь, как жизнь обычного жителя Иерусалима, обычная жизнь, религиозная. Были ли иудеи в Иерусалиме верующие? Конечно. Поклонялись ли они Богу? Конечно. Они читали ли они Тору, Священное Писание? Конечно. Они соблюдали очень много ритуалов и обрядов. И попробуй, скажи им, что Бога нет. Они бы ревностно разорвали тебя на части. Они знали. Но это была у них обыденная жизнь. Но волхвы, они возрадовались. Они увидели звезду, которая остановилась и указывала им конкретно место Божьего присутствия. Место, где Господь. И они возрадовались. Я не знаю, что может быть прекрасней Божьего присутствия. Ты знаешь, да, там ожидает меня Господь, Он там. Или Он идет впереди меня. И я это чувствую, я это переживаю. Нет больше радости на этой земле, как радость в Господе. Нет больше другой радости. Лучше, величественнее. И они радовались. И посмотрите, войдя в дом, они увидели младенца и поклонились ему. Принесли потом ему там золото, ладан, смирну. И после, получившего откровения, опять смотрите, получившего сне откровения, они вернулись в свою страну. И я думал, Господи, эти люди проделали такой огромный путь ради того, чтобы поклониться тебе. Да, иногда в нашей жизни мы проделываем какой-то путь. Мы к чему-то идем. Или Бог, точнее сказать, ведет нас к чему-то. И самое страшное, если мы этого не видим, если мы не видим цель, того, куда Бог нас ведет, к чему Он нас ведет. Вот что может быть ужаснее и страшнее. Но они знали. И они видели. И мы читаем, что они получили откровение не возвращаться к Ироду. Они жили, они знали. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, первое, нам нужно откровение. Откровение о нашей жизни. Откровение, что Бог хочет, где мы должны быть, что я должен делать, Господь, Ты нашел меня на этой земле, Ты спас меня, Ты вытащил меня из такой ручины, из такого болота, для чего? Я хочу знать, Господь, для чего? Покажи мне эту звезду. И когда Бог зажигает свою звезду, иди за ней, иди, и она приведет тебя в его присутствие. Знаете, что самое прекрасное? Эта звезда ведет нас в небо. Вы знаете об этом? Мы с вами идем в небо. В прошлом году, уже год прошел, как сестра Лариса Шапова в декабре. Только представьте, сестры, она уже год там такое пережит. Год. Год. Она наслаждается Божьим присутствием. Она видит то, что мы не видим. Позови ее сейчас, она откажется. Это то, куда Бог нас ведет в свое царство. И мы не должны этого забывать. Мы должны про это помнить, что наше жительство на небесах дом нерукотворенный, вечный. И мы оттуда ожидаем спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И Он сказал, я уйду приготовить вам место. Я иду. И придет тот день, когда мы оставим эту землю. Мы увидим звезда раннее и утреннее. Мы увидим того, в кого мы верили. Да благословит нас Господь. Давайте мы встанем наши ноги, мы помолимся. Господь наш. господь господь